всем привет в эфире этнографика и сегодня мы продолжаем серию спонсорских видео посвященных культам и обрядам на западном кавказе и сегодня мы поговорим о еще одном интересном культе связан с плодородием и связанным также с уже известными вам наверняка популярными нынче культовыми масками ажигав то есть купите вот маски козла даже клипы снимают некоторые интересные группы современные этнофолк итак довольно интересный культ земледелия и плодородия встречался у адыгов черкесов в связи с почитанием его покровителя духа или божества тут уже версия разнятся как правильно называть созереша или созереса созереша или шеузереша то есть это вот разные вариации одно и то же название мнение о его функциях разнились начиная от покровителя стад заканчивая шапсукским покровителем ветра воды и путешествий морских в широком смысле он покровительствовал урожаю домашнему очагу здоровью семьи и выступал хранителем хлеба и скота это своего рода покровитель такого благополучия уютного дома или рода потому и обряды с ним связанные проходили как правило внутри семьи или одного рода а не всем обществом и отсюда вот эта разница что созереш считался патроном например семей клип боус и хурум также семьи над хо и гирбо почитали его как своего патрона но далеко не все соглашаются с такой привязкой да и сегодня и в прошлом имя созереша также связывали с ветрянкой и потому существовало табуна озвучивания этой болезни когда ее заменяли фразой гость призванный созерешем но это вот по примеру как с оспой в одном из первых выпусков мы говорили посвященные созерешу культы проводили ежегодно но когда именно тут версии очень сильно разнятся ну например есть версия что этот день зимнего солнцестояния с 21 по 22 декабря во время уборки урожая в сентябре феврале или апреле при этом для празднования специально изготавливали вносили в дом ветку дерева из дуба груши или боярышника семью обрубками веток иногда их было могло быть больше иногда меньше последняя версия именно с боярышником это видимо такой поздний вариант связаны с ритуальной особенностью боярышника защищать от сглаза потому что боярышник менялся менялся отношения точнее то есть злое растение было доброе в разных обществах по-разному в разное время тоже по-разному на ветке вот этих обрубка вкрепили желтые свечи из воска это символы солнечных лучей и вешали кусочки сыра пирожки иногда на верхушку как на елку на вагоне надевали большой круг сыра то есть который символизировал солнце это несколько напоминает такую вариацию христианского креста солнцем на перекладине который распространен сегодня у черноморских кубанских казаков ну и в прошлом тоже количество обрубков на ветке могло увеличиваться до восьми то что я уже говорил то есть в случае рождения ребенка или уменьшаться до шести в случае кого смерти кого-либо из членов семьи вот этот период дерево созреша использовалось только раз в году и остальное время его хранили просто в амбаре даже когда ислам приходил это вот особенно подчеркиваю что это какой-то чурбан валяется в амбаре а вот святым его делать только один день в году как же так некоторые ученые видят в нем гибридную форму христианского учения ритуала поскольку свечи из желтого воска вообще считаются таким ярким маркером христианских ритуалов многим путешественникам вот этот праздник созреша напоминал рождественские вот эти бдения со свечками в ночи тоже пользу говорят некоторые молитвы которые произносились во время ритуала созреша в которых использовались имена марием то есть святой марии согласно известным сведениям связи с ритуалом созреша весной если вы проводили весной отправляли самую последнюю вышедшую замуж девушку в сопровождении группы жителей аула в лес там они вместе срубали грушовое деревце первое попавшееся и с ним возвращались во двор этой девушки где проводились общественные такие моления и ритуалы люди приносили кусочки сыра сырные галушки вешали их на сучки вот этих дерева ели оставшуюся пищу раздавали людям малоимущим бедным тем кто нуждается если год был урожайным то обряд повторялся если нет то просто заменяли девушку считалось что не тянет она в ритуальную функцию не благоволит ей патрон созреша вместо груши как раз могли использовать боярышник или ореховое дерево что говорит об огромном культе почитания этих видов деревьев и именно у пресеномоцких адыгов шапсугов и абхазов в особенности орешник был почитаем практически как у европейских народов был дуб почитаем хотя дуб тоже почитался немножко в другом стиле ритуала о таком культовом статусе орешника говорит его использование в ритуалах в том числе и современных для например когда разжигали священный огонь в ритуале в каком-то да то есть использовали исключительно трение палок именно ореховых палок или трение допустим гнилых орех по гнилым орехам полками вот последняя форма разжигания сохранилась в равнинах жителей но они утеряли сакральность сакральное отношение к именно к ореховому дереву на них сохранили к плодам ореха которые гнилые используются для разжигания в том числе священного огня ну и плоды опять же орешника используется вот например вот видите фундучная палка у меня здесь все то есть получается да слева для вас висит на стене это вот эта ритуальная палка которая используется в различных мероприятиях ведущих над хамадой и здесь фундук используем для насаживания на нитку после почти векового перерыва в проведении обрядах с эзерешем сегодня этот ритуал так или иначе был реконструирован в том числе на официальной основе на например вот черкесами или адыгами в майкопе официально сегодня празднуется в такой очень искаженной форме вот этот как бы когда-то ритуал сэзереша под названием черкесский новый год и это больше похоже именно на предание новому году или наурузу восточному такому новому году весеннему формы бывшего ритуала сэзереша то есть как-то их так хитро соединили реконструировали в чем-то в совершенно новом и каждый год это вызывает конечно некие трения некие конфликты с мусульманской диаспоре города которая выступает против этого праздника как в форме язычества культ плодородия также глубоко связан с козлиным танцем ажигафа ритуальным в котором участники танцуют и устраивают скачки в масках козла самых ажигафах козел вообще такое особенное ритуальное животное он используется не только в ритуалах он даже виден в орнаментах одежды золотошвейной мастерицы когда создают традиционный костюм и там вот в растительном орнаменте видны и орнаменты козла вот эти рога разного рода и танцы ажигафа проводились во время всех культовых крупных мероприятий включая например обряд чапша которому уже говорили когда исцеляют больного и смысл этих обрядов ажигафа кроется не только в образе распространенного жертвы на животного козла но в юмористической и такой эротической форме действия которая с точки с точки зрения магического мышления именно традиционного она как раз является самой действенной в борьбе со злыми духами вот эти эротические мотивы кроме всего перечисленного они глубоко связаны с представлениями о плодородии земли вообще связаны с плодовистостью человека и в прошлом эротические имитации широко использовались в культах посвященных разным этапам аграрного сезона с целью получения хорошего урожая вообще положительного эффекта на урожай в общем такая история сегодня маски ажигафов такое переживает новое рождение уже пересмотренной реконструированной культуре мы видим их на разных праздниках ритуалов клипах часто в искусстве в культуре они используются активно достаточно как только яркий маркер традиционной адыгской чижикеской культуры западного кавказа на этом у меня все комментируйте ставьте лайки делитесь друзьями не забывайте нажимать на колокольчик рядом с подпиской чтобы получать свежие уведомления о новых видео на этом канале также призываю вас поддерживать канал и вы можете также приобрести мою книгу танцы горы и каштановый мед об истории северо-западного кавказа и культуре адыгов-черкесов которая в твердой обложке осталось всего 20 экземпляров я их могу с подписью отправить вам по почте подробнее об этом пишите в комментариях на этом все до новых встреч всем пока субтитры сделал DimaTorzok